Участники военно-полевых сборов Георгий Победоносец готовятся к марш-броску. Условия приближены к реальным. Каждый на себя вешает по 15 килограмм. Бронежилет 12, автомат Калашникова еще 4. Каска и противогаз не в счет. Безопасность прежде всего. Безопасность бойцов на войне должна быть. И такие физические упражнения с такими бронежилетами, они нужны. Иначе живучесть бойцов падает без них. Все бойцы под индивидуальным номером. Инструкторам так легче различать участников в камуфляжной форме. Работают в команде по 9 человек, но на деле каждый сам за себя. Один-два минуса и могут снять с дистанции. За 45 минут потенциальный обладатель «Черного берета» преодолеет около 5 километров. Маршрут проложен по территории военно-спортивной школы. Участникам приготовили воду, огонь и взрывающийся тоннель. Первое испытание по пояс в холодную воду. С берега по бойцам стреляют из пейнтбольных пистолетов. Один участник выбывает. Я ускоряю их процесс. Да, да. Это как бы реальное действие? Да, на самом деле. Но не выстрел тормозит колонну. Ремень Калашникова зацепился за ветку дерева. После водной преграды горный перевал и два километра усиленного бега до полосы препятствий. Здесь организаторы постарались залпы, огня, взрывы и дымовая завеса. Виктор Шевченко из Луганска бежит, хотя торопиться уже никуда не нужно. После всех испытаний балку преодолела лишь половина отряда. Обиднее всего участникам издалека. Домой они хотели вернуться обладателями черного берета. Не получилось отрядом зацепиться. Ничего страшного, они смогут. Без меня я не расстраиваюсь. В полосу препятствий прошли четыре бойца. От черного берета их отделяют спарринг с профессиональным спортсменом. Рукопашный бой – конечная точка. Давай, давай, работай! Работай давай! Я думал, что не переберусь через это бревно. Но я все-таки перебрался и выдержал вот эту подготовку. Рукопашный бой. Это все с помощью моих тренировок. Из 150 участников военно-полевых сборов 20 сдали нормативы на черный берет. Те, кто физически был не готов совершить марш-бросок, три дня проходили начальную военную подготовку. Георгий Победоносец проходит седьмой раз, но впервые участвуют девять регионов. Поволжье, Приморье, Центральная часть и Донецкая Народная республика. Следующие военные игры пройдут осенью. Жанна Алиева, Руслан Срывченко, Центр новостей.